Ириш, Ириш, смотри, вчера работали с мальчишкой. Наташа, здравствуй, мы сегодня ходили к психологу. Егор вел себя замечательно, как только сел напротив психолога, выпалил, что он не будет на все говорить «нет», будет отвечать. Психолог отмел аутизм сходу, сказала, что интеллект сохранен. Да, есть отставание в речи, и поведение хромает, но это такая ерунда. К 1 сентября все исчезнет, начинаем собирать и оформлять документы в лицей. Наташенька, Ирочка, я вас так люблю. Егор идет в лице и в обычный класс, мечты сбываются. И то, что пока облегченный, по облегченной программе, это тоже пока. Представляешь? А что он утворил вчера? Что он утворил вчера? Буквально вчера, да. Это он в протест. Мама спрятала конфеты, и он прикинулся тупым. И начал маме делать гадость. Она гадил сам себе. А я сказала, что как специально. Я видела, что специально, вот да, специально это сделала. Смотри, и мама пошла. А психолог, аутизм, аутизм, нет уже аутизма. А они привыкли видеть аутизм, и они не хотят в нем видеть здорового. И как только он проявился, да, мама конфеты спрятала. На, мама, отомстил тебе. И вам спецшколу. И вот так психику детей угробят. Тех, у кого был диагноз, они же уже вышли, они уже здоровы. Сегодня приходят, будут отвечать на все вопросы, понял. Смотри, сколько у нас таких уже случаев. Это кошмар. Общество втягивает в аутизм этих детей. Втягивает, говорит, не пущу тебя из аутизма. Да, да, куда пошел. Так у кого аутизм? У ребенка или у этих взрослых? Или общества, да, да, да. У этого общества. Это вообще, у меня в голове не укладываются вот эти вещи. Как так можно с детьми? А ведь так люди живут годами. И верят в то, что возле них дети аутисты. И издеваются над ними, дрессируют там паба, терапия или еще что-то. Вот, это у взрослых нет мозгов. Вообще.